Распознает объекты за тысячу метров, а еще запоминает их и дает название. В Новосибирске разработали программное обеспечение для дрона. Система функционирует с помощью нейронной сети. Технику тестируют в самых разных условиях. Результаты впечатляют. Рута Келлера ценила перспективы инновации. Шесть лет назад коптер был интересной игрушкой для школьников. Изображения не самого лучшего качества снимали с короткого расстояния. Сегодня чудо-технику используют практически во всех сферах. И везде дроном управляет человек. Разработчики из Новосибирского геодезического университета решили усовершенствовать систему, ставив в летательный аппарат искусственный интеллект. Программный продукт работает на основе использования технологии искусственного интеллекта. То есть там используется нейронная сеть, которая натренирована на большом количестве изображений типовых. И автоматически выполняет распознавание объектов различных классов по изображению вот этих камер. То есть мы тренируем нейронную сеть не только по камерам, снимающим в видеом диапазоне, но и по тепловизионной камере. Благодаря отечественной разработке человеческий фактор исключен. То есть не заметил, не разглядел, помешало солнце или ветер, туман или ночь. В отличие от человека, дрону или, как его прозвали, железной птичке, все равно какая погода. Главное выполнить поставленную задачу. История сегодня, которую мы хотели отработать, например, обнаружение мангалов. Вот недавно был запрет на разжигание мангалов. В принципе, мы можем в учебно-тренировочном варианте решить и такую задачку. Найти тлю на капусте, а может грибное место, и это тоже умеет дрон. Но куда важнее человеческие жизни. Ежегодно в российских лесах теряются тысячи грибников. Сотни погибают, так и не дождавшись помощи. Этим летом умный дрон тестировали на поиск людей в Алтайском крае. Участники эксперимента якобы терялись в горах. Пять из пяти были найдены. Когда происходили крупные пожары, основное препятствие для тушения – это отсутствие информации. Сколько пострадавших, объем загорания. Именно от наличия качественной и точной информации складываются точные действия в ограниченном объеме личного состава. Дрон оснащен блоком камер. Например, широкоугольный объектив помогает рассмотреть общую картину. С оптическим зумом можно разглядеть даже самую мелкую деталь. Тепловизор может найти человека ночью или в густом лесу. А лазерный дальномер с высокой точностью рассчитает расстояние и, более того, выведет его координаты на экран. Информация, кому нужна помощь, где находится объект, появляется не только на подключенном экране. Изображения автоматически отправляются в ситуационный центр. При условии, что интернет работает исправно. Но если со связью неполадки, система запомнит данные и перешлет их спасателям, как только появится связь. Спрос точно есть. Потому что, видите, ограничение полетов уже совершилось. Нельзя летать нигде почти. Какие-то прославления будут по законодательству, но уже не быстро будут. А зона, которая у нас есть, это можно будет использовать. И там будем делать любые проекты. И для взрослых, и для маленьких там можно выезжать. Потому что всем хочется запускать, решать любые интересные задачи. Поэтому, я думаю, это будет очень такое мощное и очень нужное направление для нашего государства. На протяжении 9 месяцев железную птичку тестировали. Нейронную сеть учили различать объекты, давать им названия, запоминать местность. Следующий шаг – показать возможности умного дрона уже в реальной ситуации. Рута Келлер, Сергей Жданов. Новости ОТС.